МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже в одном таком куске свинины содержатся так необходимые организмы белки и минеральные вещества. Кальций, магний, цинк, железо. Из своего рациона его исключают единицы. Употреблять мясо человеку необходимо хотя бы раз в день, советуют многие специалисты, в том числе и врачи. Хорошо, когда продавцы могут показать покупателям вот такие санитарные заключения. Это значит, что мясо проверено в специализированной лаборатории. Но такую гарантию дают не все. Употребление в пищу некачественного продукта может привести к возникновению кишечных инфекций и серьезных отравлений. О качестве мяса и всего, что из него делают. Тема сегодняшней передачи. Бледно-красный цвет. Оболочка слегка влажная и довольно упругая. Сок прозрачный. Примерно так должно выглядеть свежее мясо после разделки туши животного. Насколько качественный продукт был приобретен в магазине, можно проверить, сварив из него бульон. Он должен получиться ароматным, а на его поверхности соберутся большие, что немаловажно, светлые капли жира. Любая домохозяйка подтвердит, такой бульон признак того, что мясо в магазине куплено качественное. Когда мясо привозят, мы проверяем, если оно два раза паленое, то есть вот эта шкурка отходит. Оно два раза паленое получается. То есть мясо уже по качеству как бы высшим сортом, кажется, считается. Кость – это в зависимости от рубки, какая рубка. Вот это вот задочек – это лопатка. То есть в каждом куске единственная кость будет. Вот. Это, ну, как бы тушку, когда разделяете, рогу у нас есть, корейка, затки и лопатки. То есть все равно косточка должна быть. Такой красивый кусочек. Аппетитный кусочек. Сразу охотит человек. Мясной павильон центрального рынка – излюбленное место многих горожан. Продукцию сюда поставляют только чувашскую, напрямую от фермеров. Перед тем, как тушки попадут на разделку, их проверяют ветеринары. Подпортиться и подхватить вредные вещества мясо может и при долгой перевозке в фургоне грузовика. Некачественный товар специалисты бракуют сразу. Но такими условиями могут похвастать далеко не все продавцы. Два года назад в Чувашии работу федеральных торговых сетей начали контролировать активисты народного контроля. На прилавках именно этих магазинов реализовывали некачественную курицу. Но упаковки этого товара, дата выработки и его упаковки стоит одна и та же. Выходит, что птицу успели забить, привезти из другого региона и разделать в Чувашии. Эксперты отмечают, сначала мясо необходимо охладить. На это дается 12 часов. На следующий день она должна уже упаковываться, охлажденное мясо. И здесь, коли у нас дата выработки идет, какого числа? Здесь нет, вот изготовлено и упаковано идет 27.01.11. Это упаковано, да, получается? Да, 27. Храниться охлажденное мясо должно всего лишь 5 дней, не больше. Но бывает и так, что на этикетке продавцы попросту не указывают дату упаковки товара. А это пример более серьезного нарушения. Охлажденная курица. На документах и даже наклейке черным по белому прописано, что реализовываться продукция должна в течение 48 часов. В гипермаркете противоречат сами себе и указывают совсем другой срок хранения – 4 дня. Вот, 27-е упаковано, плюс 2 дня – это получается 29-е. Но если считать 27-е, 28-е, 29-е, 30-е, 4 дня получается. Я понял, хорошо. 48 часов сами же пишут. Если 48 часов, это получается 2 суток у нас. Курица упакована 27 января в 9 часов 5 минут. Годен до 30-го. Это несоответствие. Ну, если более жестко, как это у нас обман? Кому верить в этом случае тоже непонятно. На упаковке производитель ставит одну дату, продавцы – другую, на 4 дня позже. В то же время на этикетке указано, что реализовать курицу необходимо в течение 7 суток. В магазине заявили, что ориентироваться необходимо на дату, которую прописал поставщик. Активисты народного контроля заметили, что для покупателя эта упаковка – подтемки. У нас же годен тут не написано, правильно, покупатель когда берет, смотрит на срок годности в отделе. Он мог прийти… Вот смотрите, я покупатель, я беру в руки и смотрю, 26 января, да, упакованно, переворачиваю, смотрю. Срок годности – 7 суток. Какой-то же аккуратный. Осторожнее. Двадцать шестое, двадцать седьмое, двадцать восьмое, двадцать девятое, тридцатое, тридцать первое, первое, второе, третье. Третье число, правильно? Вы ошибаетесь. Но здесь-то написано 22. Срок годности с даты изготовления исчисляется, а не с даты упаковки. Тогда вы проставите 22. Давайте хотя бы здесь до какого он будет, чтобы не вводить покупателя. А если с даты изготовления, тогда тем более. На витрине с яркой надписью «Продукция чуашских производителей» местное мясо соседствовало с белгородской курицей. Проверяющие отметили, что продавцы попросту обманывают своих покупателей. Здесь четко ясно написано, значит, продукции чуашских производителей. А мы знаем, у нас самый экологически чистый регион. И, значит, наша продукция должна быть в этих сетевых магазинах, должна реализоваться наша продукция в большинстве случаев. А нас, как покупателей, просто-напросто вводят в заблуждение и в некоторых случаях просто пытаются обмануть рядового покупателя. В некоторых магазинах до покупателей даже не доводят информацию о том, когда было произведено и упаковано мясо. Часто специалисты выявляют и подобные нарушения. Даты, которые указаны на ценниках товара и документах, не сходятся. Любая животноводственная продукция должна сопровождаться, значит, ветеринарным сопроводительным документом, товарно-транспортно-накладной, сертификатом качества. Вот и все, все эти документы должны быть. Эта треть по магазинам активисты народного контроля провели два года назад. Но нарушения, которые выявили проверяющие, множатся, как снежный ком и сегодня. В прошлом году сотрудники Роспотребнадзора забарковали более 200 партий мясных изделий весом почти 400 килограммов. Истекшись срок годности и отсутствие необходимых маркировок. В некоторых пробах уже в лаборатории специалисты обнаружили переизбыток влаги и жира. По микробиологическим показателям было исследовано 1066 проб. И из них не соответствуют требованиям нормативных документов 44 пробы. Вот это уже, конечно, представляет опасность для потребителя. Ну, в плане возникновения пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. Чаще всего в лаборатории Роспотребнадзора бракуют колбасу. В исследуемых образцах специалисты обнаруживают сою, крахмал, клетчатку. Эти вещества не наносят вред здоровью, но добавлять их в качественные продукты запрещено. Безопасно употреблять в пищу колбасу, которая произведена по всем нормам ГОСТа. При использовании на этикетке маркировки ТУ, производитель вправе сам решать, что и в каких количествах добавлять в свой продукт. Полукопченое, сырокопченое, вареное. В магазинах можно найти десятки номинований колбас. Изготавливают их двумя способами. По ГОСТу и ТУ, которые устанавливают сами производители. Краковская и докторская, пожалуй, эти два вида колбас чаще всего попадают на стол российского потребителя. Из чего их производят? Что можно, а что нельзя добавлять в эту колбасу? Об этом мы узнаем у специалистов специализированной лаборатории. ГОСТ на вареные колбасы, 95% мяса, яйца и молоко. Если в составе продукта присутствуют растительные белки, то он уже не может соответствовать высшим стандартам. Качественную докторскую, говорят специалисты, можно определить уже по ее внешнему виду. Цвет и вид на разрезе определяем визуально. Режем, смотрим. Цвет должен быть светло-розового цвета, он соответствует. Так, запах и вкус. Запах и вкус. Определяем сразу после разреза. Да, определяем сразу после разреза. Так. Ой. Запах. Запах соответствует. ГОСТовская полукопченая должна выглядеть вот так. Стандартам качества должны соответствовать даже размеры кусочков жира от 8 до 12 миллиметров. Не больше, не меньше. Снимаем оболочку и смотрим, это наплыва фарша. Тут обычно они на кончике батона бывают. Батон, кончики батона сухие. В лаборатории гостовским колбасам устраивают серьезные испытания. Сначала из докторской делают фарш. Итог этого эксперимента проверить, сколько соли содержится в образце. Ниже или выше положенной нормы продукт быстрее испортится. После взвешивания смесь перемешивают с реагентами. В конце концов раствор приобретает вот такой светло-желтый цвет. Количество соли затем высчитывают по специальной формуле. Только после этого эксперт выносит фердикт. При норме содержания хлористого натрия в докторской колбасе, произведенной по ГОСТу, 2,1, не более 2,1%, в данной пробе установлено содержание хлористого натрия 1,8%. То есть это нормально? Это нормально, не превышает норму. В колбасе мало белка, значит, вместо и фарш разбавили загустителями. Обычно в таких продуктах содержится много жира. Переизбыток влаги тоже не красит колбасу. Ее порог 60%. Повышенное содержание влаги в колбасных изделиях влечет за собой развитие болезнетворных микроорганизмов и плесеней под оболочкой, ослезнение наружного покрова колбасных изделий. Хотя, отмечают специалисты, идеальные колбасы, произведенные только из мяса, сейчас невозможно найти в магазинах. В ходе подобных проверок в составе продуктов появляют множество добавок. Усилители вкуса, красители, ароматизаторы, консерванты. Добавлять их разрешено, но только в минимальных количествах. Бывает такое, что колбасные изделия не проходят по органолептическим показателям, таким как цвет, запах, вкус. Или повышенная, допустим, слизь есть на оболочке колбасы, на внешне, вот здесь вот. Также по нитриту натрия бывает превышение нитрита натрия в колбасных изделиях, что выражается в очень яркой окраске колбасы. Также бывают колбасы, наоборот, серого или зеленоватого цвета, что говорит о недостаточной термической обработке либо о развитии болезнетворных микроорганизмов. По влаге бывает тоже несоответствие. Меньше мяса в той колбасе, которая произведена не по стандартам, термотехническим условиям, которые устанавливают производители. Хотя в советское время состав той же докторской был впечатляющим. В ее состав, кроме мяса, разрешалось добавлять масло и молоко. Ту докторскую любили все жители Союза. Была докторская, стала любительская. А что это? Снотворная. А она не... Нет, нет, совершенно безвредна. Ну-с, приступим. Бобик. Нет, Бобику. Боб. Ну вот, через три минуты наступит глубокий здоровый сон. О, пожалуйста. СМЕХ Этим советским ГОСТом сейчас и не пахнет. Эксперты говорят, что лучше всего потребителям ориентироваться на цену. Качественная колбаса не может стоить дешево. Качество мяса зависит от того, в каких условиях содержат скот, чем его кормят. От корм животных, их разделка и деление на специальные категории – это целая наука. Самые жесткие требования предъявляют к мясу, которое попадает на кухни детских садов. Разделывают туши животных на торговых базах. Туда поставщики приезжают с ветеринарными заключениями. Если качество продукции вызывает сомнения, то ее бракуют и отправляют обратно к производителям. Оно не хранится здесь. Оно здесь приводится и к сроку. Вот конкретно первый рейс у нас одно наименование везется по садам. Второй рейс идет чисто мясное мясо и куры. Приезжают наши три машины, у нас три машины, и та же приезжает вурнарская машина. Проверяем все полностью, взвешиваем, вот здесь вот весы взвешиваем и развозим. То есть сады сразу по многу не берут. Они именно вот заказали, например, 30 килограмм, 30 килограмм мы ей даем. Заказали 5 килограмм, 5 килограмм. В детские сады поступает мясо только первой категории. Это высший сорт. Условия его хранения строго регламентированы. К примеру, большие туши необходимо складировать на отдельных полках. В данном случае, значит, по визуальным показаниям, лаборатурных исследований проводить не требуется. То есть видно, что свежее мясо, значит, категория первая, костей не более 20 процентов, и, значит, получено от молодого животного, что говорит, цвет жира и послойка жировая. Блюда для воспитанников детских садов положено готовить только из мяса молодых животных. В рационе только говядина и курица. Последние годы качеству этого мяса в республике никто не предъявлял претензий. За качество чувашского мяса активно выступают в торгово-промышленной палате республики. Местным производителям здесь предлагают принять участие в программе добровольной сертификации. Предприятия, которые пройдут проверку, имеют право печатать и клеить на своих этикетках вот такую голограмму. Значку можно верить. Он говорит о том, что качество продукта проверено экспертами. При торгово-промышленной палате действует комитет по качеству. Есть экспертные группы по определенным направлениям, в частности, по мясной продукции. Так вот, на соответствии с чему мы проверяем и в соответствии с какими признаками, критериями принимаем решение, что на продукцию можно нанести наш знак. Сначала, конечно, смотрится в комплексе, соответствует ли эта продукция требованиям по качеству. Это наличие всевозможных сертификатов, деклараций. Дальше смотрим, какова культура производства на конкретном предприятии. Немаловажным является наличие сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии 9000. Очень важно также посмотреть на дизайн упаковки, маркировки, на то, как производятся промоутерские мероприятия по продвижению своей продукции. Например, участие в выставках, наличие различных наград, дипломов, отмеченных каких-то знаками каких-то выставок или каких-то других организаций, которые в этой сфере уважаемые. То есть, понимаете, есть определенная процедура, и когда мы смотрим, что предприятие уделяет большое внимание и культуре производства, и качеству соответствующей, и систему управления, и упаковка, и дизайн, и много-много других факторов, принимается коллегиальное решение наделения конкретного вида продукции этого предприятия, например, нашим знакам. Пока в новом проекте сертификации принял участие только один местный производитель мяса. Возможно, что в ближайшее время проверку пройдут и другие предприятия республики. Эту программу в ТПП разработали специально для поддержки чувашской продукции. Последние годы на качество местного мяса и колбас потребители не жаловались. И только горожане в конечном итоге могут поставить заслон сомнительным товаром. Субтитры создавал DimaTorzok